Привет, друзья! С вами снова Михаил Валентинович. Так уж получилось, что первое видео после возвращения на канал будет про очень взрослую тему. Так что просьба убрать от экранов ваших смартфонов и компьютеров детей, беременных женщин и людей с неуравновешенной психикой. Потому что речь, друзья, пойдет о сантехнике. Нет, все-таки не о том сантехнике, который приходит в немецких фильмах. Весь затянутый в латекс и с тяжелым немецким акцентом. Нет, не тот. Речь пойдет про сантехника самого обычного. В общем, история началась летом. Мы собирались в отпуск. Видимо, в то время как раз выключали воду. Потом, наверное, как это в ЖКХ принято, решили проверить давлением трубы. Дали повышенное давление. Ну и везде все, что было слабым, потекло. Потекло, в том числе и у меня в большой комнате. Потекло соединение между трубой и батареей. Там такой у нас стоит краник с барашком, который должен перекрывать воду. И потекло даже не в том месте, где запорная арматура соединяется с трубой. А непосредственно между вот этим барашком и батареей. И не так, чтобы потекло, но закапало. Дело было перед отпуском. Тратить мне время и силы на это дело не хотелось. Поэтому думаю, ладно, позвоню сразу в ДЭС. Может, сейчас придет сантехник. Дело плевое, быстренько починят. Звоню. Буквально через 15-20 минут приходит человек в костюме советского сантехника. То есть в такой просаленной рове. Ну очень вежливый. Одевает в коридоры бахилы. Проходит. И говорит, у вас труба течет. Я говорю, да, я в курсе. Очень рад, что вы заметили. Ну, говорит, тут ведь прокладка нужна. Я говорю, что вы говорите? Прокладка. Не может быть. Он говорит, мамой клянусь. Ну ладно, раз такое дело прокладка, давайте, поменяем прокладку. Ну, дело в том, что это платная услуга. Я говорю, понимаю, хорошо, давайте, я готов заплатить. Ну ладно, хорошо, говорит. Вы тогда сейчас, говорит, вот пойдите в магазин, купите вот такую прокладку, как я вам скажу. Я говорю, так, нет, 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 подождите, говорю. Я позвонил в организацию, которая занимается, говорю, обслуживанием жилищно-коммунального хозяйства. Вы, наверняка, говорю, очень опытный специалист. Знаете, что, как выбирать, как откручивать, как ставить и все такое. И наверняка выберите самую лучшую, самую качественную прокладку, чтобы это драное соединение никогда уже больше в жизни не текло. А я не тратил на это время. Нет, говорит, не сантехник, так нельзя. Я говорю, почему? Ну, я не пойду. Вы сходите, вот купите прокладку, а я вам поставлю за деньги. Я говорю, слушай, мил человек, иди с Богом тогда. У меня сейчас, говорю, чемодан надо собирать, а не за прокладками бегать. Так что, извини, брат, в другой раз. Хоть техник пожал плечами и ушел. Вот. Я думаю, ай, тьфу на вас. Подтянул немножечко болтик. Вот, вроде капать стало совсем чуть-чуть. Думаю, сейчас они это давление сбросят, и ничего не будет. Так, собственно, и произошло. Потому что, на всякий случай, положил бумажечку, салфетку. Думаю, до утра посмотрю, как она себя поведет. Если все уки, то и аминь. Ну, вот. Утром смотрю, действительно, бумажка сухая. Думаю, ну и фиг с ним. Проехали, Дима. Катались мы, как он в прошлом видео, я уже рассказывал, по всему миру. Все лето. В итоге возвращаемся в Москву. Вот прошел месяц с момента возвращения. И на тебе, видимо, начали давать снова нормальное давление, поскольку уже прохладненько. Вот, нужно топить по-честному. И соединение снова потекло. Думаю, ладно, попробую-ка еще раз счастье попытать. Снова звоню по телефону, который у меня забит в адресной книжке, как ДЭС. По телефону мне говорят, номер изменился. Звоните, пожалуйста, на единый. Единую справочную. Ладно, звоню и в единую справочную. Я говорю, здравствуйте, Михаил Валентинович. Вот. Думаю, как приятно. Сразу и по имени-отчеству, госуслуги. Круто. Вот. Я говорю, слушайте, труба течет. Надо бы, говорю, сделать. Вы наверняка, говорю, уже сейчас будете в управляющую компанию звонить. Тебе говорят, да, именно так. Я говорю, попросите их прислать нормального сантехника с руками и головой, который бы способен был отвернуть болт, поставить прокладку и обратно его завернуть. Гайку, точнее уж. Болт, блин. Болт потом, про болт потом расскажу. Ну и вот. Тебе говорят, да, да, хорошо, мы примечание напишем. Проходит 15 минут. Звонок в дверь. Думаю, ух ты, как оперативно. Ну вот. Открываю дверь. И как вы думаете, кого я там вижу? Точно. Именно того чумазого парня. Очень вежливого и с бахилами, что и в прошлый раз. Думаю, ха, здорово. Он меня, конечно, тоже сразу явно узнал. Думаю, ну ладно, давайте поиграем еще раз в эту игру. Вдруг все изменилось. Мужик проходит в комнату, смотрит на батарею и говорит, у вас тут вода течет. Я говорю, не может быть. Он говорит, да. Надо прокладку менять. Я говорю, вы знаете, у меня легкое дежавю. Такое ощущение, что эту сцену я уже наблюдал когда-то. Вам не кажется? Ну я же вам еще в прошлый раз предлагал, что вот надо вот сходить, купить прокладку. Я говорю, мил человек, как ты не можешь понять, что если бы я считал для себя нормальным ситуацией, сходить, купить прокладку, то неужели ты думаешь, что у меня дома не найдется разводного ключа для того, чтобы отвернуть гайку и поменять там прокладку? Зачем я звоню тебе? Ну я ничем не могу помочь, вот у меня нету таких прокладок. Я говорю, так, окей. Можно как-то все-таки заплатить денег кому-нибудь, не знаю, вам, вашим коллегам, еще кому-то, чтобы все-таки кто-то сходил, купил прокладку, пришел и поставил? Нет, так нельзя. Я говорю, объясните тогда мне, в чем смысл того, что вы появляетесь у меня всякий раз, когда я пытаюсь заказать государственную услугу? Стоит, молчит. Ладно, говорю, давай, дуй, дорогой, дальше. Вот, а я позвоню, выясню все-таки, по какому праву меня так государство любит. Звоню на тот же единый номер. Здрасте, я говорю, это снова Михаил Владимирович. Они говорят, да, узнаем вас. Я говорю, вот заказ номер такой-то, буквально 15 минут назад. Да-да-да, мы все передали. Я говорю, очень здорово, что вы передали, но объясните, пожалуйста, вот я когда звоню, включается ваш автоинформатор и говорит мне о том, что я позвонил на портал государственных услуг. В чем заключается смысл услуги? Они говорят, смысл услуги в том, что мы от вас заявку принимаем и передаем ее в вашу управляющую компанию. Я говорю, это услуга? Они говорят, да. Есть претензии к услуге? Я говорю, нет, услуга отличная. Передасты из вас просто офигительные. Передаете все вовремя, четко и точно. Спасибо, говорю вам большое. Я не зря плачу налоги. Государство оказывает мне очень качественные услуги. Передайте Владимиру Владимировичу от меня поклон. Кладу трубку, лезу в интернет, нахожу управляющую компанию, которая каким-то неизвестным мне способом выиграла, не знаю уж там, конкурс или как-то. Ну, в общем, каким-то образом кто-то из нашего дома когда-то за нее проголосовал. И она теперь оказывает нам услуги жилищно-коммунального хозяйства. Контора эта чудесная называется... Ой, господи, как же она называется? Жилищник района Митина. Вот. Вот эти благородные люди. Дозвониться, конечно же, я туда не смог. Потому что, судя по всему, там работают такие же прекрасные люди, как тот сантехник, который ко мне приходил дважды и рассказывал о том, как у меня течет труба и какую прокладку мне надо купить. Поэтому, если вдруг они услышат, точнее посмотрят этот пост, пользуясь случаем, хочу вам передать привет, дорогой жилищник района Митина. И пожелания долгой-долгой жизни, крепкого здоровья. И чтобы к вам всегда приходили люди такие же, как вы. И оказывали вам ровно такие же услуги, как вы. Потому что вы же без сомнения честные и порядочные. И крайне заботливые. Так что, думаю, все у вас будет хорошо и отлично. На этом, про жилищник, заканчиваем. Начинается квест, вторая часть Барлизонского балета. Думаю, ну надо же как-то батарею-то все-таки починить. А вариантов у меня только два. Либо действительно смириться с судьбой, идти искать эту прокладку, ставить ее. Теоретически я понимаю, что для меня это очень большой сложности не представляет. Слава тебе, Господи, но минимально руками пользоваться я умею. А здесь вроде никакой сложной электроники, никаких слишком сложных соединений или каких-то знаний сопротивления материалов не требуется. Вот, взял ключ, открутил гайку, поставил. Ну, в крайнем случае, нужно еще там, может быть, промазать. У меня даже солидол дома есть. Так что, в общем-то, я бы все это мог сделать сам. А тут уже дело принципа. Я хочу понять. Живя в Москве с 15 миллионом населения, среди этих 15 пик-пик-пик миллионов, можно ли найти вообще сантехника, способного руками поставить прокладку? Мне уже просто любопытство разобрало. Где искать? Лезу в интернет, набираю сантехник в Митина. Первый сайт, который у меня вываливается, называется Мастак24. Прямо вот почему-то сразу с акцентом хочется сказать. Мастак24. И говорит, напиши тут телефон, через минуту перезвоним. Пишу телефон, отправляю. Минута проходит, вторая, пятая. Ну, где-то на седьмой или десятой минуте звонит действительно телефон. На той стороне, конечно, не человек с акцентом, а вполне хорошо разговаривающая по-русски девушка, которая очень вежливо и тактично спрашивает меня, Михаил Матин, что у вас случилось? Чем можем помочь? Я говорю, ну вот так и так. Такая вот ерунда случилась. Она очень правильные вопросы задает. Диаметр трубы, как выглядит соединение. Да-да-да, видимо, человек действительно подготовленный. Я ей все рассказываю. Она говорит, так, хорошо, а где вы живете? Я говорю, ну я вам сказал в начале разговора, я говорю, что в Митина. Она говорит, ну Митина, это же за МКАДом. Я говорю, да. Вы знаете, у нас выезд в МКАД. Я говорю, подождите, девушка, при чем тут выезд в МКАД? Я начал разговор с того, есть ли у вас сантехники в Митина. Потому что на сайте у вас написано сантехники в Митина. Ну, понимаете, у нас во всех районах так или иначе есть люди, но иногда им нужно ехать. Я говорю, очень хорошо. Но мне не нужны сантехники из Бирюлева, чтобы они приехали ко мне в Митина. Мне нужен сантехник в Митина. Есть ли у вас такой? Я не готов, говорю, оплачивать поездки из другого города в Митина для того, чтобы поменять одну прокладку. К слову, кстати, о прокладке. Выглядит эта штука вот так. Вот видите? Могу к камере подносить поближе. Маленькая такая резиночка, рассохшаяся от старости. Я, говорит, сейчас с менеджером посоветуюсь и вам перезвоню. Ну, видимо, совещание с менеджером затянулось до ночи, потому что барышня ко мне, конечно, больше не позвонила. Думаю, ладно. Надо брать помощь вселенского разума. Пишу в Facebook. Я говорю, дорогой Facebook, скажи, пожалуйста, есть ли в Москве человек, у которого руки вставлены не в жопу, а как у нормальных людей? Чтобы у него совесть была в самом минимальном количестве и желание немножечко поправить свой бюджет. Слава Богу, Facebook в лице моих друзей отозвался быстро и оперативно и сказал, Миша, иди в интернет, набирай сайты, там есть парочка, где тусуются все сантехники московские. Если повезет, найдешь. Думаю, ладно, что уже теперь. Приходится все, что остается, уповать на мою положительную карму. Захожу на сайт ЮДУ, набираю заказ, описал, написал все четко. Ребята, нужны только те, кто живет в Митино. Вот такая фигня. Готов заплатить за это тысячу русских рублей. Кто готов, звоните. Буквально через минуту пишет человек, говорит, готов взять ваш заказ, стоимость от полутора до трех тысяч. Захожу в аккаунт, фотография такая, что, господи помилуй, я бы этого человека не то, что в квартиру, я бы его даже в район не пустил, чтобы людей не пугал. Думаю, пишу ему вопрос. Я говорю, дорогой человек, а не жирно ли будет за полторы тысячи менять прокладку? Может, все-таки подешевле соргуемся? Нет, говорит мне, минимум полторы. Ладно, свободен. Жду дальше. Смотрю, второй появляется. Пишет, говорит, готов взять ваш заказ от двух с половиной тысяч до пяти. Я говорю, мил человек, ты хорошо прочитал, что там написано? Поменять прокладку на соединение. Да, говорит, хорошо прочитал. Вы понимаете, могут возникнуть скрытые работы, еще там какие-то нюансы выяснятся. Это все может стоить денег. Я говорю, дорогой-то мой, я же ведь не стриптист заказываю, чтобы он стоил пять тысяч. За 15 минут, которые, по моим предположениям, нужно потратить на то, чтобы заменить эту прокладку. Я просто хочу поменять прокладку в трубе и ничего такого. Мне это совершенно не надо, чтобы вы приезжали сюда в латексе и с чемоданом. Все, молчок. Ну и как в третий раз закинул Мишка Нелот, и, наконец-то, счастье ему улыбнулось. Из всех тех милых и вежливых людей этот оказался самым лаконичным. Говорит, позвоните мне. Думаю, ну почему бы не позвонить, звоню. И вот человек представляется Равилем. Думаю, уже интересно. Я говорю, Равиль, вот такая ерунда. Равиль говорит, у вас есть WhatsApp? Я говорю, да, можете прислать фотографию? Я говорю, конечно, дорогой. Как же не прислать-то фотографию? Отправляю фотографию. Через 30 секунд перезванивает Равиль, говорит. Да, говорит, понятно, у вас, говорит, там достаточно редкое, говорит, соединение действительно. Но, говорит, у меня такой прокладки нет с собой. Но, говорит, я знаю, где взять. Если, говорит, сейчас выйду в магазин, если сразу куплю, магазин еще не закрылся, прямо сейчас приеду. Если нет, приеду утром. Договорились? Я говорю, конечно. Вас, говорю, стоимость устраивает, которую я на сайте объявил? Да, говорит, нормально. Ну, вечером Равиль уже не позвонил. Звонит утром. Говорит, вы еще нуждаетесь в замене? Я говорю, да. Сейчас я приеду. Еще раз перезвонил, сказал, что в пробке, немножечко опаздывает. Ну, бог с ним. Как бы, Москва, все понятно. Судя по всему, конечно, ехал не из Митино, откуда-то из района ближайшего. Но приехал достаточно быстро. Зашел молодой парень. Вот. С рюкзачком. Замена прокладки, вот этой самой, у Равиля заняла даже не 15 минут, которые я предполагал, а от силы минут 10. Быстренько, аккуратно все за собой вытер, убрал, взял деньги, сказал спасибо и уехал. И вот скажите мне, люди добрые, как так, что для замены маленькой, крошечной, крошечного куска резины, которая, наверное, и грамота не весит, с этой проблемой не справился ни государственный аппарат, со всеми его, пик-пик-пик-пик, блин, услугами населению. Хочется по этому поводу сразу вспомнить, что ведь, когда я служил в армии и отдавал священный долг стране, это называлось священным долгом, а не услугами государству. Я почему-то и думать не думал, что я оказываю государству услугу. А оно, сука, почему-то, блин, считает, что оно мне оказывает услуги. Да так коряво, что, честно говоря, и звонить-то больше никогда не хочется. И точно могу сказать, что по услугам ЖКХ никогда в жизни... Ладно, так сильно зарекаться не буду, бог с ним. Мало ли, вдруг что изменится. Сбербанк же поменялся как-то. Вдруг и тут чудеса случаются. Оставим шанс государству. Но в ближайшее время совершенно точно по этим вопросам звонить не собираюсь, потому что просто услуги передастов мне не нужны. Мне нужны люди, которые бы могли, вот как Равиль, который, как выяснилось, узбекский татарин, приехавший в Москву, который еще не забыл о том, что у человека есть руки, башка и совесть. И что можно просто приехать и спокойно сделать для человека то, что он просил, и получить за это деньги. Быстро и спокойно. Я не уверен, что два остальных жадных идиота, которые пытались заплевываю совершенную услугу, взять весьма внушительные деньги, на которые в Москве можно жить день, а если чуть поэкономить и два, почему они думают вообще, что он заработает на этом больше? Да, Равиль может быть за это время съездит в три разных места и заработает три тысячи, но я не уверен, что этот парень, который пытался с меня стрясти трояк за такую ерунду, что он за это же время заработает этот трояк. Вполне возможно, что будет сидеть, материться на то, как хреново у нас работает государство, и ждать, когда же появится тот дебил, который ему вывалит деньжат за какую-нибудь хреновенькую, простенькую услугу. Не знаю, не хочу никого обидеть, может быть, там действительно гений в сантехнике. К слову, у Равиля на странице был очень внушительный список разнообразных фотографий и тех работ, которые он сделал. Парень, эти антитни прокладки умеет менять. Там серьезный ремонт, с прокладкой электросетей, с отоплением, с какими-то, блин, сложными электронными приборами. Тем не менее, парень не погнушался тем, чтобы приехать и поменять к какому-то, блин, белоручке прокладку на трубе. Ладно, раз уж вы дотерпели до конца весь этот рассказ, мораль его, ребята, очень проста. Жадность порождает бедность. Не жадничайте. Делайте свою работу хорошо. Просите за нее адекватных денег. И будет вам счастье и достаток всегда. Уверен, что у этого узбекского парня в Москве сложится все очень хорошо. И с работой у него будет нормально. И отбоя от клиентов у него не будет. И будет на расхват. Потому что уверен, что даже после этого видео мне напишут и скажут, Мишка, дай телефон парняге. Уж больно ты о нем классно рассказываешь. И я буду рад это сделать, потому что парень действительно красавец. Все-таки среди 15 миллионов человек русских людей в Москве можно найти узбека с руками и головой. На этом прощаюсь. Ваш Михаил Валентинович. Подписываемся на канал. Ждем с нетерпением новых роликов. А я буду каким-то неведомым способом добывать 25-й час в сутках для того, чтобы снимать вам все это дело и отправлять. На всем прощаюсь. Ваш Михаил Валентинович. Чао.